Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии по Шотландии в июне 2019 года я расскажу про последний город нашего турне под названием Стерлинг. Итак, город Стерлинг. Русские называют его Стерлинг, но я проверяла с англичанами, его название звучит Стерлинг. Его название похоже на название британской валюты фунт Стерлинга, но название города Стерлинг не имеет ничего общего с британской валютой. Стерлинг – это один из старейших городов и бывшая столица Шотландского королевства, который находится в центральной части Шотландии. Стерлинг является самым маленьким из семи городов под названием Сити в Шотландии. Его население составляло всего лишь около 37 тысяч человек на 2016 год. Стерлинг – это один из старейших городов. Первые поселения людей на территории современного Стерлинга относятся к каменному веку. Стратегическое значение город приобрел при завоевании британских островов римскими имперскими войсками. Во многом благодаря удобному с точки зрения обороны высокому холму, позже на нем был построен Стерлингский замок, и отличному стратегическому положению на реке Форд. Согласно современным предположениям, на месте Стерлингского замка располагалась римская крепость Иудео. Стерлинг был свидетелем двух основных битв длительной англо-шотландской войны XIII и XIV веков. Битва на Стерлингском мосту в 1297 году и битвы, расположенные вблизи города Стерлинг, реки Беннекберн. Мы прибыли на железнодорожную станцию Стерлинг в 11 часов. Ехали из Пёрдса, город о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, всего лишь около получаса. Вышли и пошли гулять по городу. Очень интересный атмосферный город, очень красивый и такой вот типично шотландский. Темные древние стены, городских зданий, зелень и великолепные просторы с коровками, пасущимися на лугу. Но так как он находится на возвышении, пришлось топать в гору очень-очень долго. Мама очень устала после этого города и буквально на следующий день, когда мы прибыли уже в Лондон, свалилась и лежала без ног. Первым делом, когда мы вышли на центральную улицу города, мы увидели очень красивое кафе под названием Минт. В таком, в бирюзовом тоне, украшенные разноцветными цветами, геранями, еще какими-то. Ну, прямо не пройти мимо него, мы пофотографировались в само кафе, не стали заходить, так как мы позавтракали до этого в отеле. И направились вверх искать главные достопримечательности города Стёрли. По пути в замок мы изобрели в какую-то крепость. Выглядело это как современное офисное помещение, расположенное в старинном здании. Не знаю, что это было за сооружение, мы так и не нашли вывески. Ну, прогулялись вокруг и увидели магазинчик сувенирный, где я сразу же приобрела себе вот такой вот брелок с шотландскими терьерами. До сих пор ношу его на ключах от дома. Эти собачки, кстати, являются символом английских сумочек Редли. Очень дорогие сумки, 135, 150, 200 фунтов. Думала я купить себе такую сумочку, но как-то мне больше нравится Фиорелли. Об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Одной из наиболее известных достопримечательностей города Стёрлин является Холирудская церковь, то есть церковь Святого Креста. Туда мы и направились после сувенирного магазинчика. Церковь знаменита тем, что это единственная церковь в Британии, за исключением Весминстерского аббатства, которая принимала под своими сводами коронационную церемонию. Здесь 29 июля 1567 года на шотландский трон взошел Яков IV, сын Марии Стюарт. Он стал первым королем как Англии, так и Шотландии. Мы осмотрели всю церковь внутри. Я пофотографировала, как всегда, прекрасные витражи. А также рядом с церковью находилось старинное кладбище, куда мы и заглянули, тоже там походили, поизучали памятники. И даже вот такой вот монумент в стекле с ангелом-хранителем нам очень понравился и запомнился. Чуть-чуть пройдясь по городу дальше, в поисках знаменитого замка города Стёрлин я наткнулась вот на такие вот мусорные баки, которые собирают ресайкл. Такие отходы, как бутылки, то есть стекло, бумагу, пластик и другие принадлежности. И я решила снять это, потому что уже на тот момент у меня был канал, и я думала рассказывать про ресайкл. Об этом я, кстати, уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Это переработка мусорных отходов в новые вещи, в новую продукцию. Также по пути мне встретилась интересная зеленая такая дверь, и я встала на фоне нее, тоже сфотографировалась. И так вот мы вышли на горную поверхность, на высоте которой находился замок. Стёрлинский замок заложен в XII веке на высоте скалы. Он был почти полностью перестроен в XVI веке и выдержал восемь осад, последнюю из которых в 1746 году, когда его безуспешно пытался атаковать Карл Эдуард Стюарт. Стёрлинский замок располагается на вершине Кассел-Хилл. С трёх сторон его окружают обрывистые утёсы, так что подобраться к нему невозможно. Мне удалось попасть внутрь замка, то есть в его ярд, то есть дворик, где можно купить билеты и пройтись, посмотреть экспозицию замка. Но билеты дорогие, около, по-моему, 25 фунтов, поэтому я не пошла. Но вот в дворики им можно даже зайти на верхнюю прогулочную площадку, посмотреть с высоты замка на шотландские просторы и зелёные поля, луга и горы. А ещё узнала, что кроме исторической части замка, примечательна его мистическая сторона. Говорят, что в замке живёт множество привидений, среди которых зелёная дама. По поверьям, это была служанка Марии Стюарт, а также призрак солдата. Затем рядом с замком мы вышли на площадку, откуда открывается великолепный вид на шотландские зелёные просторы. И ещё одну из главных достопримечательностей города Стёлин – монумет Воллеса. Это важный памятник архитектуры Шотландии. Старинное здание, находящееся на вершине холма. Расположен в нескольких минутах езды от центра города. Эта 67-метровая башня в готическом стиле была построена в 1869 году в честь Вильяма Воллеса, национального героя и борца за независимость Шотландии. На верхнем уровне располагается смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на город и замок. В здании башни открыт музей, экспозиции которого посвящены истории Шотландии. Но мы, конечно же, не дошли до монумента, так как у нас на город Стёлин было выделено всего лишь 4 часа. Зато вот с этого утёса, где стоит замок, я поснимала вот эти пасторальные деревенские виды с коровами, с рекой, со знаменитым мостом через реку, а также поезда Скотрейл, несущиеся по шотландским просторам. Рядом мы увидели дорожку, видимо спускающуюся с этого утёса к монументу, которая была создана из такой древней брусчатки, из которой росли мелкие-мелкие такие сиреневые цветочки. Мама попросила сфотографировать их и сама на его фоне сфотографировалась. Также на этой смотровой площадке мы пофотографировались сами на фоне этих шотландских просторов, вот в этой вот блузке, которую я, кстати, купила в городе Данди в Чарити-магазине. И уже направились обратно вниз, в центр города. У подножия горы мы увидели какие-то деревянные памятники или скульптуры в виде то ли лисы, то ли волка, боющего на гору. Так, ну-у-у, какой-то меч торчал из земли. Я не знаю, что это, это современное искусство или это что-то древнее. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Затем мы пообедали около какого-то административного здания, по-моему, это была мэрия. Также на другой стороне города находится художественная галерея и музей Стёрлинга. По входу в музей нас встречала вот такая вот кошка, которая, несмотря на все мои уговоры, так и не повернулась к нам мордочкой. Ну, мы через неё переступили и зашли в музей. Немножечко там походили, посмотрели экспозицию. Мне очень понравилась кружка, наверное, такая большая, в виде лица Маргарет Тэтчер. А также там можно было принарядиться в какие-то древние наряды. Меня мама пофотографировала, и мы уже направились обратно на железнодорожный вокзал, чтобы сесть в поезд и поехать в Эдинбург, откуда у нас вылетал самолёт в Лондон. Вот таким вот было наше путешествие по Шотландии в 2019 году. Скоро я буду рассказывать про наше путешествие в Северную Ирландию. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»